Смотрите, что я еще хотел показать. Вот я навязал вот таких веников. Показываю ближе. Это веники из лапника, маленькими веревочками связанные здесь. В жизни бывает всякое. Возможно, всякие нештатные ситуации. Вы видите, сегодня я целый день нахожусь без куртки. Почему? Ну, слишком я тепло сразу оделся, поэтому мне этого достаточно. Температура упала сейчас до ноля, но ветра нет. Замечательная пусть температура. Но бывает такая необходимость сделать себе куртку. Ну, начинается ветер, что у вас нет. Ну, так получилось, называется. Вот я показываю. Я сделал четыре вот таких связки. Хочу сразу сказать. То, что я показываю, это концепция. То есть, я показываю основные правила, как это делается и как это выглядит. А дальше очень легко это все дело доработать. Ну, вот смотрим. Беру я два из веников. Вот так, внутрь. Вот так вот их внутрь, да? И связываю веревочками. Вот у нас что получилось, да? Теперь смотрите, что мы делаем. Вот так. И вот так это набрасывается на себя. То есть, видите, да? На этих веревочках я сделал себе вот такую штуковину. Сзади, да? То же самое. Закрылось это все это дело нахлёст. Вот. И теперь, значит, чтобы это дело у нас не расползалось, мы соединим это веревочками вот здесь. Вот. И можем соединить их вот здесь. То есть, у нас большая часть закрыта. Если нужно спрятать руки, мы можем спрятать руки под навес. Если нам нужна более длинная куртка, мы делаем по такому же самому принципу. Увязываем вот такие вот штуковины. И продолжаем их ниже, ниже, ниже. Рукава делаются точно так же. Вы сделали, просто подвязали с двух рук. Значит, то, что она колючая, это все ерунда. Это колется в первое время. Допустим, как вы к этому привыкаете, ничего. Лишний массаж. Вот. Поэтому еще и для здоровья будет полезно. Еще и запах хороший. Подобные штуки собираются и для создания, значит, каких-то маскировочных засидок или еще что-то. Или еще что-то. Просто в еловые вот эти ветки добавляются еще обычные лиственные деревья, да? И тогда получается такая вот сорная куча. Вот. Ну, вот это вот я, в принципе, показал. Саму концепцию, как вы можете себе изготовить защиту какую-то от холода. Довольно-таки быстро. Вот, если вам нужно куда-то двигаться и... Ну, действительно, температура упала, начался ветер, пошел снег, да? Вот. Значит, шапка делается по такому же принципу. Связали два веника, сложили, подвязали, надели, остался шалаш такой на голове. То есть, ничего сложного в этом нет. Но как это все на самом деле... Это я сейчас говорю, так ничего сложного. Там есть свои тонкости, есть свои нюансы. Как это сделать, чтобы она держалась долго, чтобы она не распадалась у вас при движениях. Это уже правило увязки. Вот это все делается, да? Ну, вот, в принципе, и все. Если, допустим, про что я и говорил, если нам нужно сделать какую-то шапейку, мы точно так же... Вот мы укрылись вот этой штуковиной, да? И вот у нас и получается вот такая вот шапка на голову, которая закрывает нас там что-то, да? Вот мы можем закрыться полностью, перекрыть все это дело над себе. По такому же принципу можно делать кратковременные какие-то вещи, связанные с быстрым укрытием. Если у вас по какой-то причине нет ничего, нет тента, нет какой-то ткани, которую вы можете сделать, да? Вот, значит, есть маленькие, допустим, кусочки веревочек там или еще что-то. Вот это можно сделать вот для себя вот такую накидку, сесть между стволами деревьев и хотя бы часика два-три передремать. То есть, да? Хочу сказать, что когда вот подобные короткие вещи делаются, вы можете просто идти через лес и отвлекаться там, допустим, если вы увидели, там хорошая елочка стоит с мелкими такими вот... Ой, как жарко от нее становится уже! Вы просто нарубаете, берете с собой в увязочку, чтобы потом на месте прийти, встать, быстро это все сделать. Но это я еще раз говорю, это я так, забегая вперед, уже более серьезные вещи начинаю рассказывать, индивидуальное выживание без снаряжения и без ничего, да? А пока что еще ограничить с тем, что у нас есть какое-то снаряжение, есть возможность поддерживать свою жизнедельность другими доступными способами. Ну ладно, на сегодня закончим. Счастливо! Счастливо!